Доктор Медицинских Наук Доктор Медицинских Наук Доктор Медицинских Наук Ну и ковид, сейчас как раз самый эпицезон, вспышка, вот он, в принципе, на данный момент пока вытеснил другие виды вирусной инфекции. Но стоит настраиваться на то, что весной будет там третья или очередная волна, да? Да, очередная волна. Мы ведь с вирусами живем вечно и будем жить так дальше вечно, потому что они мутируют со средним, средний цикл мутаций полгода. Если в Китае осенью началось, для нас это была очередная волна, это весна, а сейчас осень, полгода прошло, поэтому сейчас другие штаммы и по клинике видно, что две разные клиники, высокотемпературная, низкотемпературная, идут примерно так. Как действительно можно будет фактически за полгода все-таки попытаться решить проблему нехватки врачей? Я так смотрю по интенсивности процесса, ну, 3-4 месяца, в принципе, медики переболеют и уже будут готовы. Вернуться в строй. Конечно, вернуться в строй. Главный врач коммунарки в Москве Денис Проценко накануне заявил, что треть ложно-отрицательных тестов на ковид в итоге оказались ошибочными. Наверняка какой-то такой процент ошибочных тестов есть и на Алтае. Вот как врач, объясните, пожалуйста, чем может отличаться лечение того пациента, у которого обнаружили коронавирус, подтвердили тестом и у кого не подтвердили тестом? Вы затронули вопрос ложно-отрицательных, а я вам скажу, ложно-положительных. Начиная с 8-12 суток вируса с момента заболевания в нас уже нету, только продукты его разрушения, которые дают ложно-положительные тесты. То есть по ПЦР у нас плюс реакция, а вируса у нас уже нету, а от этого зависят сроки выхода на работу и прочее, прочее. А хотя уже доказано, что начиная с третьей недели, ну нету его уже, этого вируса, поэтому, значит... Но главное же вовремя его найти. Вовремя найти, а зачем? Чтобы правильно лечить? Да нет. А дело в том, что зачем нужно обследование, ПЦР-обследование. Когда начинается любая эпидемия, главное очень быстро выявлять первые единичные случаи заболевания и их локализовать, чтобы не было вспышки. Вот на первом этапе мы так и отработали. Быстренько искали контактов, изолировали их и голову эпидемии повести, отсекли и растянули ее во времени. Ситуация была управляемой, медики справлялись. В настоящее время, когда идет уже вспышка и уже по клиническим проявлениям и так понятно, с чем мы имеем дело, значит, дополнительное, в общем-то, для клиницистов подтверждение ПЦР-исследованием не требуется. Хорошо. Хорошо. Вот обычных людей, обывателей, смущает, что им ставят диагноз ОРВИ. Они-то думают, что от этого диагноза-то и будет лечение другое, и они не вылечатся в итоге? Оно разное? Мы лечим в данный момент не вирус, а вирус теми медикаментами, которые назначаются убить и повредить нельзя. Его убивает сам организм выработкой своих антител, высокой температурой, от которой вирус разрушается. Все те медикаменты, которые нами назначаются, значит, имеют задачу, чтобы наш организм во время заболевания не получил дополнительные осложнения. Антибиотики, чтобы не развилась микробная пневмония, значит, противосвертывающие препараты, чтобы не было дополнительного травмоза сосудов и дыхательной недостаточности. Значит, допустим, препараты бронхолитические, чтобы из бронхиальной системы секрет отходил, не было застоя и условий для развития микробов. То есть вот такие вот ограничители, ну, процетамол жаропонижающий, чтобы избить очень высокую температуру. Седативное средство, чтобы нехорошее наслоение психически убрать. Гормоны, когда начинается, значит, избыточная реакция иммунитета, чтобы организм не убил сам себя. То есть мы лечим не вирус, мы лечим, по сути дела, человека, ну и сопутствующие заболевания, какие у него есть. Но опять же, вы весь этот компот лекарств перечислили для, скорее всего, пациентов в ковидных госпиталях. Обычному человеку в поликлинике вряд ли этот список выпишут. Да почему? Значит, большая часть пациентов – это легкая форма, слава Богу. А они лечатся сейчас при поликлинике, называется стационар на дому. И вот эти все медикаменты, согласно клинических рекомендаций, мы их выписываем, мы их закупаем. Значит, в аптеках они есть, то есть пациенты их приобретают, значит, и проводят лечение. Если они не помогают и наступает какое-то ухудшение или все-таки развивается осложнение, то пациенты госпитализируются. Мы призываем, реально призываем, не сидеть дома по несколько дней с высокой температурой, а в первый же день идти в поликлинику, не дожидаясь, без всяких звонков. Кабинет неотложной помощи есть в каждой поликлинике. Вот, и на данный момент они расширены до уровня, по сути дела, отделов неотложной помощи, где принимают сразу несколько участковых терапевтов, значит, которые осмотрят, если надо, сделают рентген, если надо, значит, любые виды анализов, выпишут лечение, и пациент уже будет знать, что, как, чем лечиться, а он будет на учете, его будут контролировать по телефону. Самое главное, что пугает людей, это небывалая длительность протекания вирусной инфекции. Мы привыкли к неделе, а здесь коэффициент как минимум 4, ну, 3-4, то есть это длится 3-4 недели в среднем. Вот, и вот это сразу вызывает панику, значит, что что-то идет не так, надо бы на всякий случай провериться. А чтобы не допустить того самого осложнения на легкие, стоит ориентироваться именно на дыхание? Ну, на дыхание достаточно просто. Я в других передачах и для газет рассказывал, ну, что, значит, температура 38,5 свыше трех суток. Теперь чистота дыхания, руку на ногу кладут, часы смотрят, если вдохов-выдохов больше 22 в покое, то это говорит, что легкие работают в избыточном режиме, есть какая-то недостаточность в них. Ну, и пульс выше 80, выше 90-100, и его определить достаточно легко. Два пальца на сонной артерии, он определяется лежа очень хорошо. И то же самое смотрим на часы. Если эти показатели превышены, то, ну, есть основания забеспокоиться и вызвать врача на дому. Ну, еще одну тему сатронима, о которой за последние сутки даже в федеральной СМИ упомянули, это те самые тела умерших, для которых не хватает мест. Вот объясните еще раз, из-за чего эта ситуация вообще сложилась? Когда заболевание, не заболевание, а эпидемия развивается медленно, идет медленный рост, значит, числа заболевших, соответственно, прямо пропорционально, медленно и увеличивается число умерших. Если идет резкая вспышка в десятки раз, у нас вот ряд общих мероприятий в городе был проведен, который способствовал резкой вспышке заболевания, то, соответственно, если количество заболевших, допустим, 20 раз увеличилось, то и количество умерших примерно должно будет статистически увеличиться так. Ну, и вот эта пиковая нагрузка не позволяет своевременно, значит, сделать вскрытие, сделать вскрытие, тем более, что родственники сейчас не хотят забирать, как это положено по христианским традициям, на ночь умершего человека, чтобы он ночь пробыл дома забрал, а забирают сразу только, значит, в день похорон. Они задерживаются у нас, а, значит, вместимость отделения патанатомии рассчитана на определенное количество тел, не больше. Ну, вот основная пока проблема идет. Они боятся, да? Они боятся заразиться? Видимо, да, но делают это они зря, поскольку основной путь передачи коронавирусной инфекции – это воздушно-капельный. Ну, как известно, умерший человек, он не дышит, и вирус передаваться через воздух не может. А тела в закрытых гробах, ну, на замках, правда, бывает, наверное, открывают, но вместе с тем степень угрозы существенно преувеличена, поскольку, ну, это не особо опасная инфекция, где может полстраны в течение месяца погибнуть. Ну, еще и не хватает патологоанатомов, правильно я понимаю? В целом, в крае. Вот здесь, ну, по нашей больнице как раз нет, у нас их 4 плюс 3 патологоанатома, а кафедры на нашей базе патанатомии работают 7 человек, 2 стола. Более чем в данном моменте достаточно. Как с кадрами конкретно в других прокомментировать и сказать не могу. Тоже проверить информацию, еще один вариант хранения тел умерших, это похоронное агентство. Об этом что-то слышали? Можете подтвердить, опровергнуть? В похоронных компаниях на сегодняшний день, насколько я знаю, нету отдельных помещений для временного хранения. Но вопрос решается, вопрос решается, вот есть современные модули всевозможные, вот где это можно организовать. А известно, за чей счет? То есть это как-то краевой бюджет будет решать? Ну, значит, был на совещании, мэр нашего города Франк Вячеслав Генрихович прорабатывает этот вопрос за счет средств города Барнабула, за счет муниципальных средств. И последний вопрос, как вы считаете, сейчас нужен жесткий карантин или нет? Да уже поздно. Единственное, что мы сейчас можем реально сделать, это режимно-ограничительные мероприятия. Первое, не проводить массовых мероприятий. Второе, масочный режим, даже не перчаточный, а масочный режим. Вот, третье, побывав в общественных местах, зайти помыть руки, смывается все очень хорошо, чтобы потом не попасть в глаза, в нос, в рот и не занести этот вирус. Вот, умыться, несколько раз в день по поводу, это зайти просто элементарно умыться. Если что смыло, смывается все очень хорошо. Вот, не посещать родственников старше 65, то есть, чтобы вот сейчас, 23 число, начинаются каникулы. Вот сейчас они поедут в деревню. Да, да, да. Да, наши школьники. Вот, из города Барнаула могут туда очень запросто к бабушкам и дедушкам занести. Начнут ходить в гости более активно. В общем, старшее поколение должно быть все-таки изолировано, и контакт с ними должен быть минимизирован, потому что, я извиняюсь, у патолого-анатомического отделения преобладают лица старше 65, и серьезными заболеваниями, вот, которых вирус, активируя которые, утяжеляя, может все-таки, ну, привести к смерти человека. Спасибо большое за беседу. А я напомню, с нами был главный врач городской клинической больницы номер 11, доктор медицинских наук, профессор Андрей Коломец. До встречи.